Да, с теми житейскими обычными делами, которыми мы занимаемся каждый день. Но слава Богу, что Господь родился. Поэтому, в первую очередь, я хочу вас поздравить с Рождеством Христовым. Поздравляю вас с Рождеством Христовым, желаю, чтобы свет Божий, знаете, который воссиял, когда та звезда, которая при рождении Иисуса Христа, которая загорелась на небе, и та звезда, которая привела мудрецов с Востока для того, чтобы поклониться царю царей и Господу, этому маленькому младенцу, который родился на этой земле, поклониться, принести и положить перед ним все, что было драгоценным и считается драгоценным в этом мире. Это золото, это ладан и это смирно. Золото, это богатство, мирно. Ладан, это самое благоухание, то есть показывает его о том, что он, если кто знает, бывает в храме, знаете, что священнослужители иногда ходят, махая, да, к адилам, чтобы на них как раз и лежит ладан, это благоухание. Самое драгоценное было вещество в парфюмерии в то время. И смирно – это то вещество, которое обычно, знаете, когда человек, в те времена, когда человек умирал, его покрывали этим смирным и так далее для того, чтобы похоронить его. И тем самым мы видим, что Бог Иисус Христос, Он родился на этой земле для того, чтобы принести нам спасение, чтобы дать нам прощение, принести через Его жертву, через Его голгостные страдания, принести нам спасение, чтобы мы сегодня могли быть на этом месте, чтобы мы сегодня могли иметь жизнь. И эта жизнь, она сокрета во Христе Иисусе. И благодаря Ему и тому, что Он сделал, мы сегодня можем стоять, мы сегодня можем двигаться, мы сегодня можем дышать, мы сегодня можем видеть друг друга и благодарить Господа за то, что мы имеем сегодня мир с Богом. Потому что грех, Он разлучил человека с Богом. И из-за греха человек не может иметь общение с Богом. Но Иисус, родившись на этой земле, прожив 30 лет, три года неся служение людям, исцеление, освобождение, прощение, зайдя на Голгостский крест, Он взял все грехи наши, все немощи и болезни, для того, чтобы мы сегодня могли через жертву Иисуса Христа иметь прощение, иметь искупление, иметь освобождение. И самое главное, самое главное, это иметь мир с Богом, иметь близкие отношения с Богом. Не просто где-то какие-то теоретические, но близкие отношения с Богом, как муж с женой имеют близкие отношения, как родители имеют отношения со своими детьми. Я имею в виду о правильной семье. И точно такие же глубокие отношения мы сегодня имеем, можем иметь вместе с Богом. И это благодаря рождению маленького ребенка под именем Иисус. Однажды в тот вечер в Ефрееме родился Сын Божий, Иисус Христос. Сто процентов Бог и сто процентов человек благодаря Ему. Поэтому я хочу еще раз поздравить вас с Рождеством Христовым. Я знаю, что у вас в Финляндии уже закончилась эта рождественская неделя, но я говорю, у нас в России есть преимущество праздновать всегда по два раза праздники. Два раза Рождество мы празднуем, два раза мы празднуем Новый год и так далее. Два раза мы можем праздновать Пасху, но не важно количество, а важно наше отношение к тому, что совершилось. Многие люди сегодня празднуют Рождество Христово, даже не знающие о Боге и не слышащие Бога, они видят, что наше летоисчисление идет от Рождества Христово, но не принимают Христа в свое сердце. Я же желаю, чтобы в вашем сердце был всегда Христос, тот младенец, который возрастал бы и укреплялся. Для того, чтобы, имея мир с Богом, мы могли быть с Богом не только на этой земле, но и в вечности. Поэтому еще раз поздравляю с Рождеством Христовым, поздравляю с наступившим Новым годом, потому что это наша первая встреча в этом Новом году. Кто, может быть, вчера был на общении, мы также вчера общались, и сегодня хочу пожелать самого лучшего, самого светлого, самого прекрасного, самого чистого пожелать вам в Боге Божьих благословений, здоровья, крепости, силы, мудрости Божьей, благословения в вашу семью, в ваш дом, чтобы свет Божий и мир Божий наполнял в ваше сердце, в вашу семью и в ваш дом. И когда это будет в нашей жизни, это будет точно так же и в наших странах, в наших городах, в наших поселках. Пусть Бог вас благословит. И я, прежде всего, начну дальше, продаю наше служение. У нас сегодня также гости, гости из Карелии, пастор Роберт со своей дочерью Аней, правильно? И также с братьями, с служителями, с Даниилом и Анатолием. Даниил и Анатолий, они будут сегодня делиться словом. Но, знаете, каждый раз, когда есть возможность, Бог дает возможность слышать и принимать, и слышать гостей, это благословение. Пусть ваши сердца, они будут сегодня открыты для Господа. Пусть ваш разум, он будет открыт для Господа. Потому что, когда мы открываем для Бога свое сердце, то в нашу жизнь приходят изменения. В нашу жизнь приходят обновления. Потому что, еще раз хочу сказать, Иисус, Он пришел дать жизнь. И жизнь с избытком. И этот избыток заключен только в Нем. Пусть Бог вас благословит. Давайте мы сегодня встанем на наши ноги, помолимся, попросим Божьего благословения на это служение, чтобы Божья рука, она была сегодня на каждом из нас. Чтобы Дух Святой сегодня запрагивал наши сердца. Чтобы наша жизнь, она обновлялась в Господе. Драгоценный Отец Небесный, я благодарю Тебя и ставлю за это время благодати и милости Твоей. Я благодарю за это время, когда мы можем, собравшись здесь, прославить Тебя, Господь, воздать Тебе всю славу, хвалу, честь, поклонение, благодарение. Потому что Ты великий Бог, Господь. И сегодня, предстоя при Твоем величии, при Твоем могуществом, мы преклоняем колени сердца нашего, Господь Иисус Божий, воздавая Тебе славу, честь, хвалу и благодарение. Пред тем младенцем мы, как мудрецы, склонились, пред младенцем Иисусом Христом. Так сегодня мы склоняем свои колени, говоря, Ты великий Царь, Господь, Ты Бог, Ты Бог, Ты Царь, Господь, Ты Творец неба и земли, Иисус. Ты Тот, Который дал нам сегодня жизнь, Господь. И я благодарю Тебя и славлю. И я прошу Тебя, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, благослови это служение. Благослови сегодня каждое сердце, стоящее на этом месте, Господь. Благослови, Господь. И я молю Тебя, Дух Святой, Ты веди сегодня и направляй это служение, чтобы на этом месте была не наша воля, но была Твоя воля, Господь Иисус Божий. Говори слово, которое Ты хочешь донести сегодня до наших сердец. И дай нам мудрость и разумение, чтобы принять это слово. Когда мы слышим через песнопение, через свидетельство, через слово, Господь, Твое священное слово, через общение друг с другом, Господь. Ибо, чтобы мы во всем видели Твою руку и Твое руководство. Мой драгоценный Господь, я прошу Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы имя Твое на всем месте, оно было прославлено. Точно так же, как Твое имя, оно было прославлено через нашу жизнь на этой земле. Тебе за все добудет слава Аллах, наш любящий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. И давайте мы будем сейчас петь и славить Господа. Тихо.